дунаев против вабика это можно сказать что битва двух стран российский производитель против белорусского производить и так идет борьба между двух рыбаков и все у нас по фальшуйчику и прикормочки все круто и и не клюет почему вот чувак кидает просто на абы куда абы как и у него клюет а у меня нет комментарии в этом без комментариев извините все вот тогда если подсак что серьезную там серьезная рыба вот она жизнь такое ощущение что на это они лаки джон я думал что на дискотеку собрался да да весь цветастом чекольных цветах на все выгрузили да нет вы кетова были рыбалочка красота природа птички вот она жизнь ну как красноперка размер вчера поймали что не вчера вечером приехал так думаю посмотрю что тут делать часа полтора постояла одну тайма интересно у вас такая прибамбасина всем привет любопытные короче если вы смотрите это видео вас наверное заинтересовало что у нас сегодня будет происходить а у нас сегодня будет батл между двумя прикормками одинаковые линь карась дунаев против вабика это можно сказать что битва двух стран российский производитель против белорусского производителя они своем сегменте наверное самые популярные производители поэтому мы сегодня приехали на данный водоем и наша целевая рыба у нас сегодня будет короче будем пытаться поймать линия хотя здесь и плотва очень крупная но все таки мы хотим поймать линия потому что уже один влетел ну не сегодня лет влетел да а сегодня будем пытаться его поймать в большом количестве поэтому сейчас замешиваемся и приступаем к рыбалочке марципанчиков марципанчиком очень вкусно пахнет добавим туда сейчас кукурузки и будем замачивать ну просто расскажи что так у меня база этого бита линь карась такая это база и 50 на 50 и карп кукуруза что я знаю что это такого озера что тут любит рыбка поэтому такой 50 на 50 посмотрим что принесет нам сегодня результат всем привет ребята значит ваша и кости у нас ловят сегодня на бабик я буду ловить на дунаев это российский производитель очень известный я думаю что он настолько же популярен в россии как у нас вабик да у нас же вабик очень популярен вот точно такой же линь карась марципан ребята забыли упомянуть ловить мы будем исключительно на кукурузу все банди уэль ну что сейчас замешиваемся и начинаем ребята уже кормятся а я фидер забыл в машине такая да такая печальная история а а а а а а а а кто там интересно о хорошая краснопера о полкило минимум хорошая хорошая прям красотка и так идет борьба между двух рыбаков нас только не зацепите пожалуйста такое ощущение что у вас бесконечные катушки мне у меня рыба пацаны рыба о лень у ребята вабик пацан где да нет какой там лень доставай его он небольшой 600 грамм максимум каких 600 300 грамм ленечек ну лень проклюнулся ребята это про нет ни 300 ребята я думаю что поболее хотя не 300 красавчик нет ни 300 400 я думаю 400 есть стабильно красавчик кости не зря ты перешел я что я говорил что это мое место которое тащит вы все это сделали сами конечно красота почему может стоило бы продавать но это только начало у меня у меня шкафу дома знаете сколько и ну выглядит красиво зачем деньги тратить они дорогие ну и делать тоже не дешево и не покупаю поэтому если я клою то я двойне доволен но вы молодец есть рыбка да хорошая классика грамм на 500 не ладно 400 это красноперка а а а Сосед ловит рыбу, а мы как эти, хлебами как будто и все у нас по фэншуйчику, и прикормочки, да, и семочки, и катушечки, все круто и не клюет. Вот в чем проблема, может он фартал просто, братан? Ну блин, ну я не знаю, у него три поклевки, три рыбы. Три рыбы, три поклевки, у нас ноль поклевок, ноль рыб. Причем что рыбы у него не слабые. И клюет у него на такую снасть. Обнять и плакать, какие-то арбузики с коромыслами, ну это вообще не спортивно. Костя, ну что происходит, почему? Происходит ветер, а в принципе неплохо. Ну сидим, оп, стул клюет. Ну ждем, мы ждем, ждем. Мы надеемся на то, что все будет хорошо у нас. Закормились, все по фэншуй, все по учебнику. Юрий Рисовский, привет тебе, спасибо за наставление. Почему вот чувак кидает просто на абы куда, абы как. И у него клюет, а он послезает. У меня нет комментариев в этом, без комментариев, извините. Поломает он. Так, есть поклевочка вторая. Пока вабик ведет, красноперочка. Плотва. Ну грамм сколько? 300-400, да? Ну 350 где-то. Хорошая. Вторая подряд. Одну Юру проспал. Одна за одной, Юра. Ребята, есть на Дунаев поклевочка. Плотва поверх идет. Только поставил. Вот это попвень. Вот это я понимаю. Смотрите на фоне руки, ребята. Просто бомба. Сколько? Грамм 300, да? Да, где так. Минимум. И вот и Дунаев откликнулся. Пока счет 2-1, да? 2-1, да. Вабик против Дунаева 2-1. Ну у меня экземпляры покрупнее, поэтому можно сказать 4-1. Не-не-не, извини, брат. Такие рыбы уже не это. У меня полкило там. Полкило. Ну ладно, в конце рыбалки посмотрим. Это точно плотва, да? Да, да. Плотва без базара. Все, Юрка. Можно считать, размочил, если бы не проспал. Так, ребята, есть поклевка на вабик. Классика. Долго мы ждали. Очень долго. Долго ждали, мечтали. Где же рыбка? Ну она не очень большая. Ну, здесь мелких не бывает. Ребят, ну грамм 300. Может даже больше. Тыра, Паша. Вот такая вот. Посмотри. Ну, четвертая рыбина. Вот ждали, ждали, ждали. Смотрите, вот, ребята, вот какая она. Он такой, эп. Потом, когда он такой, эп, 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 3 разик. И такой, эп, все, вот тогда есть лень. А до того, как, ну, он 3 раза не сделает, так вот, потекаешь по нулям. Вот на одиночной поклевке ни хрена не споймаешь. Но на 3-й, когда вот эта периодичность пошла, и он чуть-чуть опускает, все, тогда можно потекать. Тогда будет лень. Вот так. Ой, хорошо, хорошо бодается. Во, 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 во. Ну что, во, во, во. Подсачек дать? Не, 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 не. И так достанешь. Зачем тут пологий берег? Ну, что ты, да, идет. Какая-нибудь какая-то мелочь. Ага, мелочь. Ну, так, стандартный, стандартный грамм 300. Ну, такая, да. Покажешь. Мелочь. Да, какая-то ж мелочь. Для этого озера это мелочь. Ребят, короче, погода наладилась. Вообще на озере зеркало нереальное. Когда приехали, был прям нереальный ветер. Сейчас все спокойно, все тихо. Но клев оставляет желать лучшего. Не знаю, сидим, короче, до вечера ждем леня. Леня, вечернего выхода леня. Потому что на данный момент 5 рыб, но вся плотва. Что дальше будет? Ну, фиг его знает. Все-таки мы надеемся взять леня за килошечку. Да? Хоть одного. Ну, пускай будет. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Ну, давайте вымылим его. Так, ребята, короче, блин, я думал поклевка. Я сам себя обманул. Вот у нас, короче, результат наш. Рыба, конечно, хорошая, но ее мало. На данный момент победила Беларусь. Рыбалка была сложная, но как могли, так попытались половить. Вот. Вот такие, такая плотва. Сейчас мы покажем, с чем я сравним. Минимум 300 грамм. Да, да. Вот такие вот. Есть вот такая вот плотвина. Она где-то, я не знаю, ну, блин, ну, в районе полки ложки. Весы. Набывать надо было батареи. Потому что она в комментариях напишет, да, ну, ты гонишь там 150 грамм максимум. Ребята, вот давайте, если досмотрели до этого момента, пишите в комментариях, сколько вот эта вот фигня большая зависит. Давайте мы сейчас будем проверять, а вы пишите в комментариях. 100 грамм максимум. Это вообще. 100 грамм. Мы такие даже не берут, выпускают, выкидывают, потому что... Да, да, да. Да. Покомментовать, это диванные, да, они такие выкидывают. Ну, это все диванные. Пока еще работают. Пока работают. Давайте. А-а-а, не дергайся. Мы полкило давали, да? 480 грамм. 480 грамм. Это, чтобы вы понимали, что мы объективно понимаем. Да, 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 да. А минимальную, самую маленькую? Минимальную, ну, давай, ну, сколько говорили, грамм 250-300. Мы говорили 300 минимальную. Сейчас, подожди. Смотри, что сейчас отрубил. Ну, будет 280 там. Чуть-чуть, на 20 грамм всего лишь преувеличили, да? О-о-о. Кабаки никогда не врут. 280 это... Да, блин. Твою чешуя такая, да? 275. 275. Видишь, я все равно на 5 преувеличил грамм, да? Да. Даже преувеличил. Ну, вот такая вот средняя плотва. 25 на 9. Я думаю, у нас еще и будут поклевки. Если что-то будет серьезное, сейчас одна, сейчас одна соскочит. Два клюет. То мы вам ее, конечно, подснимем, покажем, что у нас еще будет. Но, может, больше ничего и не будет, в принципе. Да, блин. Ну, и так уже, как бы полкило плотва не каждый день встречается. Ну, на данном озере это стандарт. Плюс у соседа, мы там подсняли, вы увидите, там такие же плотвины были примерно по полкилограмма, плюс красноперочка была хорошая и линек. Линек, конечно, так себе, не очень зачетный. Конечно, мы рассчитывали сегодня линя поймать, но видно, не судьба на сегодня линя. Ну, может, еще не время, может, еще... Да, 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 да. Обычно линь здесь начинает клевать, когда начинают прямо вот сумерки. Вот сумерки, и он начинает выходить. Правда, камеру же будет хреново снимать. Ну, я думаю, если он все-таки сегодня прокрутится, то мы вам заснимем, покажем. Не факт, что мы покажем вываживание, но самого линя мы должны заснять. Ну, кроняк подсветил, там, телефончиками, айфончиками. Ну, хорошо, спасибо за интервью. Пожалуйста. Ребят, ну что, есть на вабика еще поклевочка? Костя, большая, нет? Какой подсак, успокойся, Вася. Подсак. Может, линь? Может, наконец-то линь? О, линь! Линь! О, наконец-то! Да что, подожди, все, он достанет. Венечек! Вот такой грамм 200, да? 150. Главное, что линь! Ах, победа! Хорош! По классике, да! Значит, линь проклюнулся, да? Все, линьечек есть, пошла жара! Ну, давай в ладошку возьми, чтобы люди понимали. Красавчик! Есть поклевочка, ребята! Опять вабик рулит? Пошел! Сумасшедшая была поклевка! Блин! Бородок! А, нет, не порвало! Ну, это было просто дикое, да? Да! Бум-бум-бум-бум-бум! Только, только поставили! Так, ребята, есть поклевочка на Дунаев. Я просто разговаривал по телефону и... Ну, я подсек, но потом Паша перехватил, помог. Пошел, походу, линь! Линь? Ох, давай-давай! Клюнуло хорошо, клюнуло хорошо! Давай-давай, ну подсак! Подсак? Ты что, серьезно? Там серьезная рыба? Да-да, там хорошая рыба! Линь! Ха-ха-ха-ха! Да, какая хорошая! Грамм 300! Ну, ты сопротивлялся? Не, ну, 400, может быть! Линь, ребята! Ха-ха-ха! Подеслась, да? Красота? Заколдованное озеро! Красота, Костян? Класс, вообще, линь пошел! Так, есть поклевочка еще! Да, хорошо! Ребята! Не-не-не, мы не с ночевкой! Да! Сорвался, что ли? Не-не, есть ты что! Так колбасит кончик! Что там, плотра ли? Наверное, линек! Линек, да? Да! Да, линь! Ох, ну, такой тоже! Такой же! Здесь есть тихоиней, хватало! Да, спасибо! Удачи! Как обычно! Ну, как, Костян, а? Ла, вообще! Я понимаю, пошла маленькая! Да, как? Ну, клюет, да, хорошо! Выберем странное! Всегда клюет после 9 вечера! День сидит, ничего! А тут вот, каждые 5-7 минут! Не-не, подсак, наверное, не надо! Не, не такой... Ну, наверное, да! Да, уходит... Уходит в блога с ним! Ну, кормили долго, да? Ну, целый день! А вот тут же трёх начинается после 9 вечера! Алло! Сейчас не можем человека найти! Сейчас приедем! Не линь, да? Не линь! Сейчас приедем! Ну, грамм 350! Так, ребята! Есть ещё на ход ноги! Время почти 10 часов вечера! Мелочь! Ну, да! Ну, какая? Грамм на 200, да? Ну, да, грамм на... Не, на 150! Самая маленькая рыба за сегодня! Да нет, даже 100, наверное! Нет, 150 на минимум! Угу! Ну, да! В следующий раз мы придумаем какой-нибудь новый баттл! Если вы что-то хотите проверить, пишите, пожалуйста, в комментариях, что бы вы хотели, чтобы мы забаттлили! Там, может быть, я не знаю, там, йогурт добавить, прикормку! Там, одну прикормку на какой-нибудь, там, я не знаю, на кипире одну замешать! Или на Кока-Коле! Ну, разные варианты, что вам придёт в голову! Ну, правда, не надо писать, там, какой-нибудь, там, на бензине, на, ну, я не знаю, на тормозухе! Мы эту воду лить не будем, как бы, извините! Ну, а что это такое прикольное, что можно добавлять в воду, чтобы это не было, ну, плохо для водоёма! Самое главное, ребята, поддержите нас лайком, подпиской, колокольчиком! И всем до новых встреч! Пока! Респект! Редактор субтитров А.Семкин